20 километров босиком по снегу. Алматинец Марат Балтабаев от простуды убегает. Вот уже несколько десятилетий бывший военный следует своему рецепту здоровья и молодости. В свои 67 лет говорит, что уже не помнит, когда в последний раз болел. Сейчас вот по снегу побегал, ноги горят, как будто они из печи вытащили их, понимаете, потому что кровь прибывает туда. Это, оно же, организм, кровь начинает быстро циркулировать, поэтому ноги горят от этого. То есть сейчас вот было холодно, а сейчас кровь туда приходит. Это человеческий организм, он сам регулирует. Сейчас алматинцам подхватить простуду легко, как никогда, говорят врачи. Теплая погода в январе стала благоприятной средой для вирусов и респираторных инфекций. Популярный нынче диагноз ОРВИ терапевты ставят заметно чаще, чем в начале сезона. Об эпидемии говорить еще рано, но кабинеты врачей не пустуют. Хотя специалисты отмечают, что заболеваемость ниже, чем в прошлые годы. Сказывается вакцина. Она в последнее время в Алматы приобретает популярность. Когда превышает контрольный уровень заболеваемости на 100 тысяч населения, тогда только объявляется карантин. На сегодняшний день, начиная с 1 октября, по сегодняшний день контрольный уровень, показатель на 100 тысяч населения это 277. А контрольный уровень это 453 на 100 тысяч населения. Так что мы можем сказать, что на сегодняшний день такого высокого подъема заболеваемости ОРВИ, тем более гриппа, нет. Сейчас эпидемиологи в основном мониторят ситуацию в соседнем Китае. Там свирепствует птичий грипп. Он уже унес жизни 20 человек. Около сотни заражены. В стране закрыты все рынки. В международном аэропорту мегаполиса ситуация под контролем, говорят специалисты. Здесь установлены тепловизоры, следящие за тем, чтобы больные люди не попали на территорию города. Так, случаи заражения опасным штаммом гриппа в Алматы не выявлены. Ситуация по птичьему гриппу на территории города Алматы благополучна. В целях профилактики принимаются конкретные меры. Люди, пребывающие из зарубежных стран, неблагополучных по птичьему гриппу, подвергаются контролю путем контроля тепловизора. Чтобы не простудиться, медики советуют меньше находиться в местах скопления людей и больше гулять на свежем воздухе. Ведь алматинская погода легко может привести к гриппу. Аирки Ермек, Дедар Исаев, телеканал Алматы.